В эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. 13 июля традиционно стартует 9-й Одесский международный кинофестиваль. Это масштабное мегасобытие, поднимает уровень украинского кинематографа и об открытиях, задумках и сценариях мы сегодня поговорим с программным директором Одесского международного кинофестиваля Антелем Видо. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам. Расскажите, какие в этом году ожидают нововведения украинских любителей кинематографа? Чем будет в этом году отличаться этот кинофестиваль? Отличаться не знаю, потому что архитектура программы остается как и в прошлом году, то есть у нас будут и конкурсные программы, в основном международный конкурс, национальный конкурс украинского кино и конкурс европейского документального кино. И помимо этих конкурсных программ тоже будут вне конкурсной секции, как, например, ретроспективы. У нас будут в этом три ретроспективы. Показ, как традиционно на путемкинской лестнице, будет тоже состояться на второй день фестиваля. И разные украинские премьеры фильмов, которые покорили большие фестивали, как Берлин, Канн или Венеция. То есть, если говорить про отличия, это можно более подробно про фильмы, которые немножко отличаются от предыдущих годов. Потому что каждый день есть, скажем так, тенденции, которые повлияют на режиссеров. В прошлом году у нас было достаточно много фильмов про войну. И украинские фильмы, конечно, и тоже другие фильмы других стран. В этом году как-то немножко отличаются в том, что, например, в международном конкурсе у нас много фильмов, которые показывают персонажей, которым сложно адаптироваться к современному миру, к современным проблемам, которые реагируют немножко со стороны на абсурдность этого мира. Вы говорите много фильмов про войну, фильмом даже «Открытие» в этом году уже будет. В этом году у нас будет фильм как раз, который называется «Женщина на войне». Он не совсем про войну, то есть это более, скажем так, личная война главного персонажа. Это женщина, которая бороться, чтобы спасти экологическую систему своей страны. Вот, и фильм, кстати, «Открытие» в этом году будет первый за всю историю Одесского кинофестиваля. Частично украинский фильм. То есть украина, Франция, Исландия. Абсолютно. Это фильм исландского режиссера Бенедикта Лингсон. Премьера фильма состоялась буквально месяц тому назад на неделе критики Каннского кинофестиваля. Фильм прошел очень успешным в Каннах. Он завидовал три или четыре приза, если не ошибаюсь. И это будет национальная премьера. Мы этому очень рады. Вот так получается, что последние годы фильмом «Открытие» чаще всего фильмы с участием или созданием именно стран Франции. Вот в этом году частично Франции. Как так получалось? Это не связано со мной, сразу скажу. Я не продвигаюсь в свою страну. Я шовинист. Но так получается, что Франция на самом деле одна из самых больших стран в плане производства и в плане компродукции особенно. Например, все последние фильмы Давида Линча или Джимми Джармуша были частично финансированы Францией. Это сильная поддержка. Это сильная поддержка. Но этот фильм, на самом деле, по содержанию в нем ничего французского. Там только деньги. Вот так получилось. А вот на самом деле география очень расширяется. Я так посмотрел, из 95 стран поступили киноленты для заявки, кинофестиваля. Вот скажите, какие новые страны добавились, какие раскрываются континенты и открываются новые стороны? Да, можно сказать смело, что уже Одесский кинофестиваль известный по всему миру. Потому что мы реально в этом году получили фильмы от очень далеких стран, из Новой Зеландии, из Перу, из Танзании даже. Из Танзании, да. И это очень приятно, конечно. В программе попали фильмы стран, которые еще не были ни разу представлены на Одесском кинофестивале. Например, у нас будет впервые за всю историю фестиваля белорусский фильм в междуном конкурсе. Это фильм «Хрустал». Это комедия, очень такая свежая и очень легкая одновременно и глубокая. И у нас будет впервые за историю фестиваля палестинский фильм в междуном конкурсе. Тоже очень интересный фильм. Так что мы, да, пытаемся каждый год расширять нашу географию, чтобы показать другие взгляды на мир, другие стили. И этому тоже рады. Про новые премии. Знаем, что в этом году учредили новую премию в рамках национального конкурса. Это будет премия за лучшую режиссерскую работу. Да. Почему такое решение приняли? Ну, во-первых, потому что мы считаем, что национальный конкурс для нас ключевым. Он в центре программы нашего фестиваля. Конечно, что традиционно международный конкурс был главным. Но уже два или три года мы стараемся поднимать и поддерживать украинское кино. И поэтому мы решили добавить еще этот приз, который будет наградить лучшего режиссера полнометражного кино. И на самом деле, если считать не только конкурс, а вообще вне конкурса, то есть не только национальный конкурс, а другие конкурсы. У нас два украинских фильма в междуном конкурсе, два украинских фильма в документальном конкурсе. То есть Украина очень сильно представлена во всех конкурсах и вне конкурса. Про почетных гостей. Мы знаем, что в этом году будет специальным гостем Наеми Кавасы. Это самая молодая обладательница золотой камеры Каннского кинофестиваля. Расскажите про нее и кто еще ожидается из звезд кинематографа. Ну, про Наеми Кавасы можно сказать, что это одна из самых талантливых современного японского кино. Она просто с каждым ее фильмом, с дебютом, который получил золотую камеру в Каннах, была на фестивале класса А. То ли Берлин, то ли Венеция, то ли Канна, конечно. И мы тоже с этой идеей рассчитывать нашу географию решили просто показывать работу этого замечательного режиссера. У нас впервые за всю историю такая ретроспектива, посвященная азиатскому режиссеру. И это тоже женщина. И для нас тоже важно показать работу из женщин-режиссеров, потому что это тоже важная тема. В целом, про уровень фильмов, которые удается пригласить, с каждым годом найти такие работы сильные, по-настоящему уже раскрывшиеся, которые уже получают большие, очень высокие отзывы от кинокритиков, достаточно сложно. И именитых режиссеров также пригласить не так просто. С чем сталкиваетесь в этом плане? Насколько с каждым годом, от года к году кинофестиваль в этом плане приобретает рейтинг и получается развиваться в этом плане? И как вообще выбираете для программы картины? Ну, мы выбираем по таким критериям. Во-первых, это качество, конечно, работы. Во-вторых, если говорить про международный конкурс, это фильм, который еще никогда не было показан в Украине. Это только украинские премьеры. По-третьих, это фильмы, которые, как сказать, имеют зрительский потенциал, который может нравиться многим людям. И мы хотим показать тоже достаточно молодые режиссеры, чтобы открыть новых имен, скажем так. Нам важно тоже следить за карьерой режиссеров, которые уже были у нас в конкурсе. Например, в этом году у нас будет колумбийский фильм, который называется, я не помню, как это на русском, но на английском Birds of Passage. Молодого колумбийского режиссера Сил Герра. И он уже был у нас в конкурсе три года назад с фильмом «Объятия в МИИ». Вот, и поэтому это для нас интересно следить и посмотреть, как развивается режиссер. А что касается вашего, ну, второй час вашего вопроса, с какими сложностями мы сталкиваемся, чтобы привести людей в Одессе? Ну, во-первых, это логистические трудности, да, потому что, чтобы лететь в Одессу, есть достаточно мало прямых рейсов из Европы, например, из Парижа нет прямого рейса. То есть с пересадками. Пересадки, да, это немножко иногда с пересадками труднее для нас. Ну, в основном могу сказать, что, когда мы приглашаем кого-то, имя, ну, то есть Одесса всегда вызывает большой интерес. И даже больше, чем интерес, а даже энтузиазм. То есть, потому что они все знают, конечно, про, они все слышали про Одессу. И, конечно, они многие видели фильм Сергея Эйзенштейна, и они сразу ассоциируют Одессу с этим шедевром. Так что нам, я бы сказал, в этом плане легче, наверное, чем у других фестивалей. И каждый год у нас получается привести звезд. В прошлом году у нас была Изабель Юпер, Анишка Холланд. Вот, в этом году немножко позже будем объявлять наших звезд. То есть еще есть... Да, да, мы еще не все раскрывали. К сожалению, вот накануне Одесского кинофестиваля было несколько очень печальных событий. Не стала легендарная Одесска режиссера Киры Муратовой. Она была частым гостем кинофестиваля и участвовала в конкурсной программе. И выиграла, получила «Золотой дюк» в 2014 году. Какая ожидается ретроспектива в ее честь? Какие будут специальные показы организованы? Да, нам всем очень печально, конечно, этой новости. Как синей фильм, я открыл для себя на самом деле Киры Муратову. Ну, это замечательный фильм, и замечательный был, замечательный человек. Мы, конечно, будем отдать дань ей, поскольку, как и вы сказали, она каждый год почти была у нас в качестве гостя. Мы каждый год показывали хотя бы минимум один фильм. В прошлом году мы показывали фильм «Чувствительный медицинер». Два года назад это был астенический синдром и так далее. В этом году мы планируем показывать минимум один фильм, может, больше, на отреставрированной версии. Это будет один из ее шедевров. У нее много, но мы будем показать один из самых популярных фильмов. Я не могу еще сказать, какой, потому что мы еще в переговорах. Я думаю, что мы будем его показывать, чтобы максимальное количество людей могли его увидеть в «Зеленом театре». чтобы отдать возможность нашим зрителям как максимум посмотреть и отдать дань Кире Георгиевне. Спасибо большое. Я еще знаю, что первую награду на кинофестивале получит выдающаяся украинская артистка, которая снималась и в кино, и играла очень много ролей в театре. Это Ада Роговцева. Почему такой выбор сделали? Именно первую награду ей вручить в этом кинофестивале? Во-первых, потому что это замечательная актриса. Потому что для нас очень важно освещать украинских звезд. Потому что мы считаем, что недостаточно внимания на них. И очень важно, чтобы дать возможность просто их поблагодарить, во-первых, за работу. Мы хотели поблагодарить ей за замечательную карьеру. И сделать это на Одесском кинофестивале это дает еще более резонанс. Потому что мы одна, самая зрительская площадка для кино в Украине. так что мы хотим не только зарубежных звезд поблагодарить, а тоже наших. Я не украинец, но я скажу наш. Я почти украинец по душе. Ну, конечно, уже столько лет столько лет на кинофестивалях уже по-настоящему, как на родине. Вот еще про состав жюри хочу спросить. Кто в этом году будет оценивать работы? Кому доверят такую честь? Ну, у нас будут три жюри, ну, даже четыре. Есть жюри международного конкурса, где пять человек. Мы объявили четыре, мы пятого члена будем немножко позже объявлять. Будут в этом жюри индийский режиссер Ритеш Батра, который уже был в конкурсе на АМКФ пять лет назад, с фильмом Ладжбакс. Будет еще французский режиссер Арно Депальяр, который был в прошлом году в конкурсе с его фильмом Сирота, уже помните? От Украины, представитель Украины будет известный вам одесский режиссер Игорь Минаев, который снял здесь, например, фильм Первый этаж. И будет польский продюсер Ева Пушинская, которая обладатель Оскара за фильмом Павла Павликовского Ида. Потом у нас другой жюри, это жюри национального конкурса. Там будет очень много интересных фильмов. Всего пять пленометражных фильмов и 13 коротких метров. И там тоже собрались профессиональные очень высокого уровня. В том числе одесская актриса Екатерина Матчанова, Мартина Блайс, которая работает на Борисском кинофестивале, еще Марьян Слот, который главный продюсер Ласа Ван Трио, и грузинский режиссер Леван Кугошвили. В завершение хочется еще сказать о том, что вы уже сказали про пять фильмов полнометражных, которые будут в национальном конкурсе и 13 коротких метров. В международном конкурсе будет представлено 12 полнометражных картин из 19 стран. Какие ожидания от этих картин, как они могут полюбиться публикой по-настоящему и может быть какие уже ваши фавориты? У меня нету фаворитов, поскольку я все эти фильмы люблю, я не хочу ни в коем случае повлиять на решение жюри. Могу сказать толко, что очень ожидаются премьера фильма Вулкан Роман Абартальщук представил фильм украинский в моем конкурсе. На конкурсе фильмы очень разные. У нас будет три мировых премьера в этом конкурсе. Есть документальные фильмы, комедия, есть фильм на грани фантастики. Для нас очень важно поддерживать украинское кино. Я хочу кратко сказать, что мы будем напомнить каждый день про ситуацию Олега Сенцова, который голодает уже больше 30 дней. И мы будем делить внимание зрителям Одесского кинофестиваля и международным профессионалам, которые будут присутствовать в Одессе, чтобы напомнить, что надо освобождать Олега Сенцова. Большое вам спасибо. Сегодня у нас в гостях Антель Мвидо, программный директор Одесского международного кинофестиваля. А всех кинолюбителей и кинокритиков мы приглашаем посетить Одесский международный кинофестиваль, который пройдет в период с 13 по 21 июля в Одессе. Такое событие нельзя пропустить. Меня зовут Дмитрий Богомолов, вы смотрели программу «Студия Репортер». Оставайтесь с нами.